всем привет дорогие друзья с вами я александр михаленко и сегодня мы находимся в замечательном поселочке зеленогорье урочище панагия движемся к озеру зеленому изумрудному вы много писали про это озеро чтоб я приехал за поснимал и сегодня здесь друзья на дворе февраль погода на улице весенняя в одной футболке и в курточке мне вот здесь уже жарко ну что пойдемте смотреть на это озеро какое но зимой посмотрите что у нас творится феврале друзья расцвели цветочки не знаю что это за цветы кто может написать напишите кто знает про них что-нибудь но мы уже практически поднялись к озеру здесь конечно друзья красота летом здесь покрасивее потому что все зеленое деревья есть какие-то цветочки тоже а сейчас зима деревья без листьев но здесь также красиво летом озеро это высыхает становится неполноводным сейчас посмотрим какой она зимой в друзья вот это да посмотрите какая здесь красота посмотрите на это озеро она даже зимой такой зеленого цвета изумрудного листок тихо так спокойно красота ночью немножко эту сторону пройдемся я вам все хочу показать блин друзья посмотрите как красиво здесь те кто любят горный отдых останавливаться поселочки зеленогорья там я друзья гостиницы недорогие в принципе и поэтому здесь отдыхать одно удовольствие посмотрите на эту природу на это горное озеро но очень очень красиво я просто в шоке посмотрите какой цвет у него это все недалеко от судака находится будете летом обязательно его посетите красотень конечно если такие горы вон посмотрите на те горы там даже снежок них на них есть и там есть ущелье там находятся арпадские водопады мы сегодня с вами туда тоже направимся покажу вам эти арпадские водопады будет в общем интересно не переключайтесь друзья смотрите этот ролик пишите в комментариях были ли вы на этом месте и как вам вообще здесь но мне тут очень очень нравится потому что вот так горное озеро в горах очень красиво и необычно если проведу прямую трансляцию в группе подсушена судак ссылочку на группу я оставляю в описании под роликом поэтому залетайте подписывайтесь в группу я там каждый день провожу прямые трансляцию сможете со мной общаться в прямом эфире ссылка в описании под этим роликом все погнали дальше так друзья мы сегодня не с пустыми руками вот с такими бутербродиками с чайком смотрите у нас термос есть все это на берегу безумрудного озера мы что пьем чаек поедем бутербродика на природе красота посмотрите какая действительно красота кодис какой здесь спокойствие обязательно в топ-5 мест своих это включите побывайте здесь сейчас поближе к водичке спустимся попробуем на ощупь и и холодная на нет в горном такие озере посмотрите вода прозрачная чистая друзья ледяная я думаю что намного холоднее чем в море градусы на на 4 3 вот такая она как лед вообще нереально какой-то лет руки держишь с морозилки берете лед и держите вот такая здесь не температура воды нож нет не знаю будем ли мы такой купаться еще без полотенца без ничего вряд ли наверное давайте пройдемся по берегу этого прекрасного места озера друзья место действительно уникальная поэтому я рекомендую вам здесь побывать здесь очень круто посмотрите какая здесь красота природа горы озеро горное вообще шикарно блин я без полотенца хочу искупаться не знаю возможно мы с вами сегодня искупаемся но вода ледяная а смотрите здесь настоящий горный ручей вода течет прям с гор вот и в озеро сейчас покажу вам речка кстати сильно большая летом она конечно пересыхает немного учетом водопаде ки слышите этот шум скажу куда все это вытекает вот так она идет 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 совершен гор и друзья все течет по вот этим водопаде ки там прям в это красивейшая изумрудное озеро посмотрите какая красота сейчас мы с вами пойдем нырнем здесь раз уж здесь то грех не искупаться ну что друзья я все же рискнул искупаться в этом озере побывать здесь искупаться это просто грех поэтому посмотри как красота какие горы здесь какое озеро я кстати без полотенца без вещей в которые то смогу переодеться поэтому ролик однозначно заслужил большого пальца вверх ну что друзья вода здесь холоднее чем море на 3-4 градуса на просто лед как будто вы заходите по льду друзья ну что готовы арпад зеленогорье озеро панагия урочицы панагия в общем пойдемте купаться такого вам точно никто не покажет зимой это помню что сейчас февраль на дворе друзья вода ледяная все месяц еще судорогеновых схватит далеко не будем заходить здесь водами но минус 2 точно есть друзья вода минусовая это 100 процентов чем я уже ног не чувствую своих давайте не будем далеко заходить просто посмотрите мы в зеленом озере у меня еще нет одежды и чем вытереться я надеюсь не заболею смотри-ка водичка на 3 окунаемся 1 2 3 друзья вода ледяная друзья еще разочек ныряем чтобы вы видели какая зеленая вода под водой и выходим вода ледяная в шоке просто друзья вода очень холодно мне кажется даже минусовая температура в ней ноги занемели у меня нет полотенца без полотенца друзья конечно очень холодно я надеюсь ролик засажу лайк а сейчас пойдем еще на водопад на водопады арбат покажу эти водопады поэтому не переключайтесь будет интересно все друзья пойду как-то сушиться как-то вытираться не знаю как я это сделаю в общем не переключайтесь смотрите ролик дальше вообще люди чем тут занимается а где работает свои огороды ли что тут в бригаде виноградниках виноградники да а молодежь тут есть вообще они делают как тут развлекаются дискотека каждый выходные наверно до какие-нибудь истории знаете за озеро интересно что-нибудь может необычно происходило произошло как она хотя бы мощном рассказать и не знаете а вот это да 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 нас а там ручей течет другой сторонку он течет там же горы с гор прям и тут водопад у вас есть далеко-то дайте ну что идем по самому поселочку посмотрите здесь дома как здесь живут люди собирают бутылочки вот здесь течет река у нас друзья внизу какие мостик много таких разных мостиков маленьких через эту речку в общем народ как-то живет чем-то занимается читал что многие здесь сдают жилье потому что через это село проходит какой-то туристический маршрут и те кто отходит по этим маршрутом по горам здесь останавливаться на ночевочку также местность здесь готовят какую-то домашнюю кухню летом это востребовано жилье здесь наверно вообще недорогое на текут растет виноградник занимается конными прогулками вообще дом разрушен какой-то в общем вот так живет здесь народ интересно вот к здесь выпадает снега выезжать ли они из этого поселочка магазин тут только один на въезде видел возможно где-то еще есть ну походим посмотрим возможно что-то и увидим молодежь я узнал что проводится здесь дискотека поэтому каждый выходные скорее всего каждую пятницу субботу здесь дискотека и молодежь веселится вот такой он поселочек зеленогорье друзья мне вот самому нравится вот такие ролики по каким-то деревням поселочком крымскими которые возле моря находится который так в отдаленности в глубинке очень интересно посмотреть как живет народ как не здесь все устроено поэтому хочу вам предложить такой небольшой интерактивчик придумайте вопросы которые можно задать местным жителям чтобы вы у них спросили что вам интересно вообще узнать про эти поселочки села пишите в комментарии свои просеки и следующем видеоролике я уже постараюсь их задать местным жителям вот таких именно деревень сел будет думаю интересно поддержите меня в этом деле в этом начинании так сказать но и жду ваших вопросов мы уже подходим к водопадам сейчас будем все показывать так первое что нас встречает это вот такой можно сказать рукотворный водопад посмотрите потому что вот эта стеночка была построена человеком как видим если так красиво стекает водичка сейчас пройдемся дальше посмотрим что у нас наверху здесь все оборудование ступенечками и надеюсь что вся дорожка будет удобная для посещения летом сюда приезжать много друзья разных отдыхающих туристов которые нравятся эти места которые только ради них и приезжают поэтому если вы здесь побываете ли скорее всего также останется неравнодушными для вас это мы только начинаем подъем на водопад здесь какая-то штука непонятная из бетона это столик и лавочки походу да там же мангал стоит можно пожарить шашлычок мы сейчас идем прям по ущелью которому течет это вода и к такой мостик нас встречает там кто-то провел водопровод все домой либо это всего идет вода по этой трубе так друзья здесь все указано стрелочками куда вам идти поэтому вы здесь не забудетесь здесь еще один мостик смотрите все эти даже морская начинается самое интересное все вот так с гор стекает вода и даже летом течет водичка наверху скорее всего находятся какие-то родники так труба идет да друзья сейчас какие-то там будет три места где собирается водичка покажу вам их три купели можно сказать воду для слива красота уже здесь и типа вот таким ступенечкам прикольно интересно вода вот так стекает и прям не сбежит так во время дождей здесь наверное просто невозможно пройти потому что все вот это будет затоплено что не помню их камни камней возможно не обрушились но не буду утверждать здесь лавочка есть здесь течет вода прям нам нужно вот на эту лестницу по ее и добраться вот это скорее всего самая сложная лесенка будет ваша маршруте друзья но обязательно понять поднимемся не так уж и сложно чтобы увидеть всю ту красоту которая находится там дальше лесенка безопасно вся такая стальная держаться удобно подниматься в принципе совсем нет трудно посмотрите на вид за мной красота вот друзья поселочек и на самом зеленогорье мы уже довольно таки далеко дошли даже вот здесь таскал садитесь ущелье такой небольшой стекает вода и все это попадает в эту речку ой здесь это замочки вешают влюбленные какие-то пары здесь раньше была чаша любви вроде были выше на в виде сердца но там произошел обвал и немножко и и она немножко поменяла свои формы так друзья посмотрите как красиво водичка прям по ущелью здесь стекает так не сделали вот такую купель летом она конечно побольше потому что он железку то закрывают но красиво все посмотрите а друзья вот смотри как водичка стекает здесь как она вымыла просто эти камни скалы все это в горах у нас в крыму рядом с судаком находится вот еще одна диск купель небольшая летом и здесь проводили фотосессии прямо под этой вот струей воды было прикольно конечно так поднимаемся выше чтобы посмотреть смотрите все оборудованы ступенька и потому подъем сюда совсем не сложный доберется даже ребенок а детям такие места очень интересно показать будет вот посмотрите ущелье течет водичка красота красота тоже на лавочку поставил так друзья вот смотрите вода откуда стекает у нас прям по скалам видно вам или нет вон прикольно вообще выглядит красиво ближе подобраться в это не сможем залезть конечно пойдем еще чуть выше зайдем были откуда в горах столько воды объясните мне потому что вода здесь течет круглый год откуда она течет что там наверху так идем по ступенькам еще выше друзья давайте еще выше поднимемся одевайте удобную обувь потому что камни все скользкие все смотрите что здесь так здесь какой-то мостик наклонился он подозрительно очень сам одной подпорки друзья не хватает еще у нас выдержал вот так течет водичка здесь здесь даже урна есть в горах чтобы летом туристы не выбрасывали свой мусор поэтому доносить его до урна не выбрасывайте да друзья красота мы наверно не дойдем до истоков этой реки потому что неизвестно сколько километров она течет если вы поддержите от виде ролик большими пальцами вверх напишите комментарий что хотите увидеть исток этой реки я обязательно вернусь и потрачу весь день но дойду до конца реки а пока так что там не как-то на это озеро есть еще одно в горах тушь откуда столько много воды может течь объясните мне сгор с каменных снега в них нет горах здесь и летом течет вода смотрите дошли до такого места написано родник и действительно сейчас вам все покажу поближе стану смотрите прям видно как вода бьет из-под скалы он последний на водоросли вида прям вытекает отсюда вода вот так друзья подземные источники и наполняет эту речку водой из прям очень сильный напор такой вот смотрите вот так полюбиле упал наш путь лежит еще дальше идем какому-то водопаду оказывается там есть такой высокий водопадик сейчас дойдем к нему но здесь друзья красота посмотрите горная река вообще это место полюбил все друзья посмотреть начинаются водопадики уже очень красиво вообще я красота и это все рядом с судаком находится те кто был судаке и не побывал в этом месте это конечно очень печально какая красота ура друзья мы дошли до этого водопада вот он посмотрите какая красота здесь камера придется солнце уже села за гору посмотрите киев сзади нас снежные вершины гор такая красота не передать шикарно поближе подъем к водопадику лоу какая друзья красиво конечно посмотрите это на ту сторону пролезть с вами смотрите здесь делать даже деревянный мостик летом вы сможете подойти прям под эту воду и искупаться здесь вот такой водопад вот если так а находится в поселочке верить или зеленогорье конечно красиво друзья это место такое урочище посмотрите там еще снег горах вот и вода стекает туда нужно ноги мокрые тут вода на меня попадает отсюда лайк за этот ролик ну что друзья вот такой получился на сегодня видеоролик надеюсь вам понравится если это так поддержите большим пальцем вверх и если вы хотите узнать откуда бежит вода вот водопад что я пошел дальше пишите в комментариях обязательно пройдусь и все вам это покажу с вами был Александр Михайленко встретимся уже завтра Евгений чуть не упал почти намочил ногу ногу намочил упади сейчас ты в воду упадешь будет контент мне надо дотронуться до него прям все друзья вот такой видеоролик если вам понравился если так хорошо поддерживаем его пальчиками вверх и комментариями всем пока пока